А вот и вся плесень. Оказалось, что у него было открыто ИП по выращиванию грибов. Ударили по лучшему, я не знаю, моя бабушка клеила. Всем привет, с вами канал Технокорж. Сегодня я хочу поговорить с вами об ошибках, которые могут произойти во время ремонта. Если вы делаете это все не сами, а с помощью какого-то подрядчика ИП, неважно, компании. Итак, я расскажу все на примере о своих ошибках. Мне ремонт обошелся в районе 2,5 миллионов. И можно сказать, это очень плохой ремонт. Для начала попрошу вас поставить лайки, подписаться на канал, тут много всего интересного. Также написать в комментарии, как вы думаете, какие ошибки произошли. А дальше я начну вам рассказывать про них. Итак, начнем с самого начала. Выбора подрядчика. Это может быть ИП, может быть компания, без разницы. Но для начала всегда ищите там, где уже кому-то из ваших знакомых делали. То есть, чтобы они остались довольны, все хорошо. Не просто кого-то там с улицы по сарафанному радио, либо просто в интернете. Если же нет, то ищите там, где вы можете посмотреть самих людей, которые будут вами заниматься, грубо говоря. Чтобы хотя бы русскоязычные были. Хотя это вообще ничего не дает особо. Так как у меня все были славяне. Но, скажем так, все пошло наперекосяк. Определились с компанией. Дальше. Их первый визит. Визит они оценивают ту объемную работу, которую должны сделать. И, грубо говоря, составляют примерную расчет по деньгам. В этот момент нужно, чтобы человек пришел профессионально. То есть, не просто вот так вот посмотрел, какие там, ну, вроде не кривые стены, пол. Ну, вроде нормальные. Нужно, чтобы они все замеряли, все смотрели и точный расчет делали. Так как первый косяк, который был, это оказалось то, что у нас стены совершенно кривые. По отношению к тому, что они думали. Вот они ровные, ровные, ровные. Там по 6 сантиметров они шпатлевку укладывают. Полы у нас с разницей в 11 сантиметров. Первоначально какой был план? То, что они заливают пол и на этом все. То есть, вот и все. Оказалось все стяжкое. Это время большое. Это лишние деньги. То есть, это все было непродуманно. Дальше. Дальше идет два таких момента. Первый, это сам контракт, в котором должно быть абсолютно все, что делается. То есть, если проводка меняется, нужно указать то, что меняется проводка. Если это стяжка, то стяжка, вот все абсолютно, там, то, что поклейка обоев, там, установка плитки, замена, там, я не знаю, радиаторов. Все это должно в перечне. Потому что, если вы будете обращаться в суд, то будет учитываться то, что, как бы, есть в договоре. Если они вам сделали так, без договора, к этому не придраться. Это главный косяк. Потому что у нас там стандартный тип поклейка обоев, там, ламинат, плитка. Вот, все по минимуму написано. Цена работает. По поводу цены. Ищите не самого дешевого подрядчика, потому что это выйдет вам боком. Но даже с учетом того, что наш обошелся 700 тысяч именно за работу. Просто за работу на 52 квадрата. Это нормальные деньги. То есть, это не дешевый ремонт. Все обернулось очень плохо. Вот, ударили по обои. Царапина. Где-то еще одна. А, вон, большая. Скрытие. Далее, в контракте. Обязательно должна быть прописана дата окончания. То есть, и они должны закончить к этому моменту. Потому что, если будет контракт без срока, то они могут хоть вечно сделать. И вы, как бы, не можете ничего предъявить. Срок должен быть такой, чтобы устраивал и вас. То есть, сразу там обозначить, сколько по времени, когда закончится. Как это было у нас? У нас, скажем так, время поджимало. Мы просили там к сентябрю. Ну, точнее, мы не то, что просили. Мы спросили, как я был готов. Они сказали к сентябрю. Нам это понравилось. Мы, как бы, такие, вау, круто. Все дела. Сделали мы контракт до середины сентября. Те, в 15 дней, на всякий случай. Ладно. То есть, нас это все устраивает. Мы согласились. Небольшой такой спойлер. Нам сделали 10 октября. Ну, точнее, как и сделали. Просто бросили нас. Получили там свою часть денег и свалили сразу. Дальше что идет? Нужно, чтобы вы, скажем так, сразу свои правила сделали. И чтобы за их нарушение был либо какой-то штраф, либо просто вот отмена. Наше условие, допустим, было какое. Мы закрываем нашу комнату со всеми вещами, чтобы они не пылились, ничего. Да, да, да. Без проблем. Закрыли. У нас там камера стояла. Мы только уехали. Мы смотрим на камеру. Там несколько раз открывается. Ну, ладно. Может, что-то забыли. Приезжаю там через три дня. Там на нашем диване спят рабочие. Мы такие, типа, что за дела? Они там нам разрешили, там все дела. Вот это как бы, а что нельзя? Ну, уже как бы все вскрыто. Все просто в пылище. Половина вещей выкидывает. Половина там. Как-то почищать. Ну, ладно. Они остались как бы там. Пофиг, смирились. Но на самом деле, вот, за такое нужно сразу наказывать. Либо вот это самое начало, прям в этот же момент, скажем так, расторгать. Следующее, скажем так, это закупка черновых и чистовых материалов. Мы как бы договорились то, что черновые заказывают он. Нам как бы чеки. Вот это все обязательно, кстати, тоже все чеки должны быть у вас. То есть, как он покупает, чтобы он эти чеки вам отдавал. Чтобы было все то, что вот он заплатил. Так можно сделать. Так вам удобно, чтобы черновые материалы покупали они. Но их нужно проверить. Вот в чем у нас косяк был по черновым. Они нам установили проводку, которая не соответствует нормам. То есть, меньше размер был. Особенно вот это было с кухней. То есть, нам даже официально Икея не поставила духовку, потому что не подходила по качеству. Так он подключил, но с учетом типа отказа. То есть, в любой момент может быть какой-то косяк и как бы Икея тут ни при чем. Мы в попе, мы горим. То есть, все материалы вы должны просматривать. Какие они там в интернете пробейте. Дорогие, недорогие. Как бы сразу говорите, какие вам нужны. То есть, самые бюджетные не советую ставить. Как в щиток новые наникания вам захотят и прочее. Нужны хорошие запчасти. По поводу денег, кстати. Обычно делится на 2-3 платежа. То есть, в самом начале, в середине и в конце. Во-первых, попытайтесь добиться, чтобы в конец была максимально большая стоимость. Лучше 50-60%. Все остальное раскидан на другие. Объясню почему. Когда вы будете задавать объект, вы будете смотреть все косяки. И косяков может быть столько, что вы просто скажете. Нет, мы вам не платим. То есть, это недостойно зарплаты. Все. Дальше уже разбираться. Но это уже пусть они исправляют. Либо, как бы, остаются без денег. Все деньги, которые вы им платите, у вас должна быть, если наличка, это расписка. То, что получила за то-то, то-то, то-то. То есть, за первое там, это обстроительство, там, ремонт. Подписанные им, вами, там, все данные. Все это. Потому что мы платили наличкой, следующий наш косяк. И, как бы, об этом даже не задумывались. То, что нас кинут, вроде, хорошие ребята. Это какого... Нас кинули. Нас очень хорошо так кинули. Поэтому расписки. Если на банковскую карту, то банковская карта именно привязана к нему. И лучше тоже вот какие-нибудь расписки в договоре. То, что получено за первый этап, за второй, за третий. Это все, если что, вам в суде понадобится. То, что вы заплатили, а сделали вот так вот. Дальше, вы должны вот чуть ли не жить тут. Если, ну, грубо говоря, вы уехали, вы должны почти каждый день приезжать, смотреть. Вот каждый этап, каждый косяк. Если вас что-то смущает, сразу им задавать вопросы, решать это прямо в этот же момент. И вот, чтобы они записывали, что нужно сделать. Потому что проблемы какие были. Допустим, мы раз в 15 сказали сушилку поставить в одно место. Они взяли в итоге сушилку в другое. Просверлили плитку, уже все готово и как бы попорчено. Но это не так критично, но все живут. Вот, критично было, говорю, чтобы высота была, ну, хотя бы там метр 10, метр 20. Мне сто раз сказали то, что Икея там делала 90 сантиметров. Поэтому под 90, типа, я говорю, нет. Это, типа, пусть лучше будет посередине розетки, но, скажем так, кухня установится. Хорошо, хорошо, хорошо. В итоге поставили розетки 90, пришла Икея, сказал, мы не будем делать. Переделывайте, поднимайте. Это, во-первых, все сзади было раздроблено, приподнималось. Во-вторых, это вышло в район тридцатки за экстренность. Потому что, грубо говоря, там, у меня был день на исправление всего этого. Само собой, это было уже без них, потому что они в этот момент уже кинули нас. Что дальше? По поводу ваших идей. Вы должны сказать то, что, допустим, люк вам нужен вот тут, там, ванную, в туалетную. Они могут говорить, да-да, а потом, да, это не нужно в итоге. Нужно с самого начала. Нужно вот это и все. То есть, вы сказали, они должны это сделать. Единственное, нужно прислушиваться к тому, что они говорят, что не получится из-за каких-то технических проблем. Но после того, как они это скажут, обдумайте, почитайте, можно ли так сделать. И примите свое решение. Потому что, допустим, люк у нас под ванной не установили. Решетка была далеко за тумбочкой. И мы залили, опять же, по их вине, людей. И проблема была в том, что мы не могли достать. Вычерпать воду, даже вот тряпками, неважно чем. Потому что был закрыт проход. А мы просили люк посередине, но они там под конец самой сказали, что да это не надо. Там нет никакого, скажем так, функциональной особенности. Это и наши, и их косяк. То есть, то, что мы их не дожали. В итоге они нам установили, там плитка отвалилась. Все пошло очень плохо. Дальше. Вот, если время поджимает, вы, само собой, напоминаете им косяки, показываете, чтобы исправлять. Но при этом не нужно ругаться с ними. Не нужно ругаться до последнего, до выдачи денег. Потому что, грубо говоря, было 25 сентября. Ну, уже на 10 дней они опоздали. Я спросил, когда они сделают. Они сказали, типа, 5 октября. Я такой, ну окей, ты согласен на то, что если 10 ты не сделаешь, то там 5 тысяч в день минус. Он такой, да, 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 все дела, это как хорошо. В итоге, 10 октября они просто вот свалили, получив там почти всю сумму. То есть, 70 тысяч им недоплатим. Дальше они уже там начали говорить то, что в аварию попали. Недополучили 70 тысяч и все, слились как бы. А все косяки, которых тут море. Косяки из-за этого, вот того, что я сказал им время. Он назло, на неделю даже раньше сдачи, ну так как я приезжал, я же видел, когда на мокрые стены положил обои. В итоге плесенью пошла вся стена, причем две стены. Эту покажешь. Все. Надо разворачивать так, ну, чтобы видно было сразу. Так, ну а дальше. Странно, а почему высохла? Ну, тут относительно лучше, чем эта часть, чем левая. В принципе. Меня больше интересует, что в центре будет. А вот и вся плесень. Вот и вся плесень. Это же тоже как плесень, да? Только другая. А, вот центр. Даже запахло. Надеюсь, я не сломал. Дальше она не пошла, видишь? Ага. Вот этот тип нормальный, да? Да, да, все уже, тут сухо даже. Сухая? Да, даже не отрывается нормально, видишь? Так тяжелый видит. Если это творство, то отложилось. Под этой находится. В итоге нам пришлось все переклеивать, все чистить от плесени. Это долго, это химикаты. То есть, нам уезжать, прижалось и прочие проблемы. Заново нанимать людей, чтобы это все переделали. Потому что он, как я уже и сказал, нас просто кинул и не появлялся. По поводу того, что мы затопили. Это, короче, история была такая. Они не закрепили слив, перелив ванной. Мы когда набрали ванной, полежали в первый раз. На утро к нам прибежали соседи, то, что вот заливаем, заливаем. Там водище, море просто выло. И это все, как бы, слава богу, пока они не пошли в суд. Ничего, надеюсь, все так и останется. Но косяк косяком. И если бы не этот косяк, мы бы не заметили другой. Либо заметили там спустя много-много времени. После того, как залило, у нас по стене пошла, скажем так, вода. И она не высыхает. Она наоборот прибавляется, прибавляется, прибавляется. Мы там и сантехником, и прочим ее искали, искали. Этому я звоню. Не буду скидывать на WhatsApp сообщения о аудиозаписи, потому что там очень-очень много мата. Грубо говоря, ему все равно, что у нас произошло. Вы хотели быстрее, вы получили. То есть это опять отсылка к тому, что до десятого. Не стоит сразу говорить про деньги, до последнего. В итоге я созвонился с рабочим, который у нас тут был. Он относительно, он старался, по крайней мере, сделать. Он новичок, но старался. Он сказал то, что когда сверлили, тупочку вешали, во что-то попали. Скорее всего, это была труба. Он не знал, как бы, по крайней мере, говорю, то, что не знал. Попали, не попали. Приехал, посмотрел. Срезали часть плитки. Посмотрели, а там не просто просверлено. Там просверлено и заклеено просто на клей. Ну, блин, залить так с тобой, конечно, этой. Так с постоянкой течет, конечно. Постоянно она мелкая течет. Точно леет с этого момента? По-любому. Вот она постоянно течет, 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 намокает, намокает и не успевает высыхать. Потому что постоянно подача луарин. Да, я чуть тронул она сразу. И она протекает. То есть они не то, что не знали то, что случайно промахнули в трубу. Они знали и заклеили это место. Что само собой подтекал, подтекал, подтекал. В итоге что у нас сейчас? У нас сейчас там по стене плесень пошла. В третьем уже месте. Вот тут плесень пошла. Сейчас заново все переделывается. Вот по всей стене. Благо хоть снизу. Сейчас мы заново все переделываем. Благо там низ хотя бы пошел полностью стены не надо. Делать. Вот как так. Стены там, часть кривые. Обои просто ужасно поклеены. Причем клеил его сам. И по Ежов, если что. Запомните. И по Ежов обходить его стороной. Поклеил он ужасно. Хотя говорю, я вот профессионал. Вот обои я никому не доверяю. Я их клею сам. Лучше бы кто-нибудь другой. Лучше бы, я не знаю. Моя бабушка клеила. Дальше. Что из смешного в этот момент был. Я пытался найти его по ИП. И оказалось то, что у него было открытое ИП по выращиванию грибов. Как раз таки с этим он справился. Но ура. Будем этим и заниматься дальше. Скажем так. Это часть проблем, которые я вспомнил. Может быть я запишу еще одно видео. Пишите комментарии. Какие вопросы вас интересуют. Я отвечу. Если комментариев будет достаточно. Я сниму видео по вашим комментариям. Так. Конечно да. Нудноватое видео. Но зато очень полезное. Не повторяйте наших ошибок. Ремонт это грубо говоря надолго. И очень мучительный процесс. Косяки будут. Но старайтесь их минимизировать. И деньги до последнего не отдавайте. Вот последний мой совет. Который я могу дать. Перед задачей квартиры. Наймите проверяющего. Эксперта. То есть. Чтобы он пришел. Да. Заплатите ему 20-30 тысяч. Они примерно так стоят. Пусть он придет. И все посмотрит. Все косяки запишет. Сколько стоит устранение этих косяков. Какие они. Насколько страшные. И дальше уже. Либо высчитывайте с них. Либо. Пусть они переделают. Это также. С вычетом. С учетом того. Что это. Нарушены сроки. И все так далее. На этом я с вами прощаюсь. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Всем пока.